Минус 35, плюс один выходной. Сильный мороз, установившийся в Ненецком округе, стал поводом для отмены занятий учащихся с 1 по 8 классы школ города и поселка Искателей. Кто-то из ребят с радостью остался дома, а кто-то оделся потеплее и отправился на уроки. Тонкости температурного режима узнала Ирина Нижалова. Две подружки, пятиклассницы из первой школы Алена и Лиза, несмотря на 35-градусный мороз, предпочли пойти в школу. Говорят, дома сидеть скучно. Алена, вот сегодня отменили занятия с 1 по 8 класса, ты в школу пришла. Ты не знала, что занятия отменили? Нет, я не знала, но мне пришла Лиза, моя подруга, и мне сказала, что сегодня минус 36, и мне мама отправила в школу. А если бы занятия, ну, мама разрешила остаться дома, ты бы осталась дома или пошла в школу? Нет, ну что в школу, чтобы делать меньше домашнего здания. Ну, потому что у меня дома просто не было нечего делать. Я сделала себе домашние дела, и у меня было свободное время. А как ты относишься к тому, что вот школу отменяют, а занятия, если ребенок приходит, занятия проводят? То есть это хорошо или лучше бы появляться дома? Это хорошо, потому что, получается, тогда больше знаний, чем дома домашние. Каждое утро и при любой погоде в школе ребят встречают учителя. Даже если на занятия придет один ученик, урок для него все равно проведут. Новую тему, конечно, изучать никто не станет, зато пройденный материал повторят. Актеров дней выводят много, а по закону образования мы сейчас должны выдавать, конечно, материал 100%. И если, допустим, там будет 5-7-10 дней актеровных, то, конечно же, учебный процесс будет стать гораздо сильнее. Поэтому, наверное, отчасти говоря, мы призываем тех родителей, которые могут доставить детей в школу. Мы, конечно, просим их перевезти на занятия. Прежде чем информация об отмене занятий дойдет до своего слушателя, ей предстоит пройти длинный путь. И начинается он с метеостанции Наринмара. У нас в департаменте есть специалист, которому доводится информация с метеостанции. В 6 часов 45 минут данный специалист сразу информирует МЧС у нас. Данная информация размещена на сайте МЧС. Для нашего региона установлены критерии для отмены занятий в школах. Они согласованы с Роспотребнадзором и Департаментом здравоохранения, труда и соцзащиты населения НАУ. Если столбик термометра достиг отметки 30 градусов и ниже, отменяют занятия с 1 по 4 классы. Занятия с 5 по 8 классы отменят, если температура воздуха установится на отметке в минус 35 градусов. Если же температура за окном покажет 40 градусов мороза, то отменят занятия для учащихся старших классов, то есть с 9 по 11 классы. При такой температуре отменяются занятия и в государственных профессиональных образовательных организациях, но только по распоряжению руководителей. При определении температуры наружного воздуха учитывается поправкой на скорость ветра. При скорости ветра от 5 метров в секунду путем увеличения значения температуры на 2 градуса за каждой 1 метр в секунду скорости ветра выше 5 метров в секунду. То есть при скорости ветра в 6 метров в секунду к общей температуре воздуха добавляется 2 градуса, а при скорости ветра в 7 метров в секунду прибавка составит 4 градуса. При постоянном ветре скоростью 15 метров в секунду и более, независимо от температуры воздуха, занятия отменяются с первые по восьмые классы. При постоянном ветре скоростью 20 метров в секунду и более занятия отменяются во всех классах. При отмене занятий в школах отменяются занятия и в государственных организациях доп. образования. Напомню, информацию об отмене занятий можно узнать на официальном сайте Главного управления МЧС России ПАНАО, на информационном мониторе на перекрестке улиц Ленина и Ваучейского и в эфире радио Наринмар-ФМ на волне 102,5 ФМ в 7.15 и 7.45 для первой смены и в 11.15 и 11.45 для второй смены.